В эфире новости Эксперт ТВ, в студии Эльза Газидинова. Продолжаем выпуск. Федеральная антимонопольная служба первой отреагировала на призы Владимира Путина о создании на рынке ЖД-перевозок саморегулируемой организации, аналогичной той, которая существует в электроэнергетике. Ведомство Игоря Артемьева предлагает не только наделить новую организацию контрольно-надзорными функциями над участниками рынка ЖД-перевозок, но и закрепить за ней право регулировать соотношение цены тарифов на грузоперевозке. А также создать на ее базе площадку для организованной торговли услугами. Какая роль во всей этой истории отведена РЖД, не совсем понятно, вот будем разбираться. Тему обсудим с генеральным директором исследовательского агентства Инфра-Ньюс Алексеем Безбородовым. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Зачем создавать саморегулируемую организацию на рынке ЖД-перевозок, ведь у нас уже есть, собственно, некоммерческое партнерство, совет участников рынка, услуг операторов железнодорожного подвижного состава. Я думаю, что здесь несколько предпосылок. Первое государство видит, и РЖД видит, что у него из рук уходит контроль за частным сектором полностью. Государство видит, что сегодня активнейшим образом перестраивается рынок, усиляются крупные, уходят с рынка маленькие компании. Ну и, в общем, это желание, по сути, РЖД и близких к нему, товарищей, возглавить, собственно, движение, чтобы организовать. Поскольку законом на СРО возлагаются определенные функции, то, соответственно, надо возглавить СРО, в свою очередь. А для этого надо инициировать свое СРО, потому что действующее СРО, оно активное, оно бодрое, и инициировать там перемены, по сути, невозможно. Поэтому я думаю, что это такая инициатива, возглавить и отодвинуть в сторону некоммерческое партнерство, вполне очевидно. Могут ли они проигнорировать как-то? В принципе, если первая десятка крупнейших компаний просто проигнорирует историю, то ничего не случится. Кто сейчас у нас лидеры на рынке грузоперевозок? По нашему рейтингу первая грузовая компания, вторая грузовая компания, Global Trans, Нефтетранссервис по очереди меняются. А дальше идут разные компании, Русаготранс, Трансконтейнер, Рейлгарант и так далее. Это я сейчас не в порядке по рейтингу, это просто перечисление. Эти компании, если они откажутся, они все очень самодостаточные, они очень сильные, они имеют свои лоббистские потенциалы, и каждый из них в состоянии сильно выступить. И по сути, поскольку возглавляет некоммерческое партнерство один из самых сильных менеджеров, руководитель Global Trans, господин Мальцев, я думаю, что они предпримут всяческие усилия для того, чтобы не допустить этого, и будут в общем-то правы. Но ведь хотят передать организации контрольно-надзорные функции в первую очередь. Смогут ли они как-то контролировать все эти перевозки? Сегодня понятно, что некоммерческое партнерство, по сути, СРО не является. Это какая-то лоббистская организация. Но переформатироваться в СРО и, скажем, господину Мальцеву отойти немножко в сторону, поскольку руководителем СРО не очень корректно будет быть руководителем другой крупнейшей компании, я думаю, что она вполне может переформатироваться в СРО, и она готова к этому. Там достаточно четкий бюрократический костяк. Все, что необходимо, они могут сделать. Создавать еще одну организацию и туда всем вступать, опять туда платить взносы и так далее, ну, мне кажется, не очень корректно и просто расходование времени и сил. Ну, ведь вот как раз-таки создав вот этот совет РЖТ, как будет он называться, да, появится еще один посредник между грузоотправителями и грузополучателями, а это, скорее всего, вызовет опять рост тарифов. А вы знаете, в чем история? Тут, к сожалению, посредником как таковым он быть не может, потому что, условно говоря, если в электроэнергетике СРО создавалось параллельно с сегодняшним рынком, да, там, условно говоря, при, там, господине Чубайсе и так далее, постепенно все это вырастало в то, что сегодня выросло, то у нас сегодня уже есть рынок, у нас есть сильнейшие игроки, есть средние игроки, есть, там, сказать, мелочь, которая плетется в хвосте. Но все эти игроки, да, уже давно нашли свои ниши. Все, что происходит сверху, да, там, нарушение диспетчеризации, заторы в сети и так далее, это не проблема этих компаний. То есть это их проблема, конечно, с точки зрения доходности, но с точки зрения принятия решений ни СРО, ни каждая компания по отдельности не может повлиять на ситуацию, это должна решать РЖД и Росжилдор, да, по сути. Ну, там, не знаю, может быть, выше уровнем кто-то решает, но ни ниже никак. Эти компании занимают свои ниши, они работают. Быть посредником им никто не нужен для посредничества, по сути, на сегодняшний день. Ну, опять-таки, вот предполагается, что Советы РЖД наделят правом регулировать соотношение цен и тарифов на грузоперевозке. То есть не цены и не тарифы в отдельности, а именно соотношение. Вот как это? Если такая история случится, то, по сути, мы будем иметь революцию, да, она, скорее всего, не пройдет. По той простой причине, что данное предложение, по сути, меняет сегодняшний устав железнодорожного транспорта, должно изменить. А если меняется устав железнодорожного транспорта, то туда, в этой процедуре, я думаю, будет записано столько всего дополнительно, что РЖД уже на это не пойдет и сделает обязательно шаг назад. Это обязательно случится. Много регулирующих органов будет, и в чем будет основная роль все-таки вот этого Совета РЖД? Ну, Совета РЖД, либо любой другой организации, которая будет присвоена, так сказать, СРО в железнодорожном транспорте, я думаю, что основная роль будет именно модерация ситуации. И организация, вот вы сказали в подводке, про диспетчеризацию, да, по сути, посредничество. Но это посредничество именно диспетчерское может быть. То есть ценового посредничества, скорее всего, не случится. Потому что крупные договариваются с крупными, а с мелкими по остаточному признаку всего не работают. И если создать общую диспетчеризацию, если создать грамотные правила игры, и все их подпишут, эти правила игры, там, создать, условно говоря, какой-то некий портал, где будут там свободные вагоны, свободные грузы и так далее, не то, что сегодня в 20, 30, 40 этих порталов по стране работают, а именно такой единый общий установленный портал, то это все может заработать. Но, опять же, на чьей базе это все случится? На базе вновь созданной организации под руководством РЖД и ФАСа, к сожалению, опыт сегодня влияния РЖД на рынок и ФАСа на рынок, он, к сожалению, негативный. То есть чаще всего их решения ведут к неким, ну, как минимум, диспетчерским взрывам, да, как максимум, к большим проблемам. У ФАС еще было предложение создать на базе некоммерческого партнерства площадки по проведению организованных торгов. А вот как это может быть реализовано? Может быть, через биржу как-то? Понимаете, в чем дело? Ну, то есть как бы железнодорожный тариф или железнодорожный вагон в качестве транспортного средства быть биржевым товаром, по сути, быть не может, да? То есть что в данном случае они видят, да? Они видят, что существует спрос, существует предложение. Они хотят отсоединить в биржевом виде. Но как только мы соединяем в электронном формате спрос и предложение по железнодорожному транспорту, покупатели и продавец встречаются и договариваются уже окончательно, потому что существует огромное количество, там, сказать, дополнительных вещей, там, недораскрытая, скажем, номенклатура груза или еще что-то. И возникает уже конкретная цена. И быть биржевой она никак не может. И, ну, вот я сказал, да, площадок этих сегодня уже много, да? На базе СРО, возможно, эту площадку можно создать более грамотно и более всеобъемлюще. Если это случится, если все подпишутся, что свободный вагон уходит на биржу, ну, условно биржу, да, то это будет здорово. Но боюсь, что это еще долго будут договариваться, чтобы отпускать свои свободные вагоны. ФСТ заявили, что в рамках вот этой вот организации, возможно, координация услуг, не подлежащих государственному регулированию. Каких услуг? Вагонная составляющая. Только вагонная, да? Так это основная сегодня головная боль. То есть с тех 5 лет назад 15%, которые они были в тарифе, сегодня они выросли практически до 60% в некоторых случаях, а то и до 70%. И, естественно, это приносит основную головную боль для потребителей этих услуг. А за счет чего? Выросло за счет стоимости вагонов, за счет стоимости финансов, за счет простоев вагонов, диспетчеризации внутри РЖД, масса других более мелких проблем. Но, тем не менее, стоимость вагонной составляющей, которую заставляют платить грузовладельцев вагоновладельцам, к сожалению, растет постоянно. И это на самом деле вагоновладельцам это только на руку, потому что в своей открытой отчетности они показывают значительный рост выручки. Да, пускай прибыль сохраняется в процентном соотношении на прежнем уровне, но это дает огромный вал выручки, эти растущие тарифы. И акционерам это нравится. Если мы все-таки говорим о том, что надо создавать это СРО, чем она непосредственно должна заниматься, чтобы не мешать участникам рынка, а все-таки помогать как-то в бизнесе? Вы знаете, оно должно заниматься стоимостью своих услуг, оно должно заниматься стоимостью входящей, именно стоимостью вагонов и стоимостью услуг РЖД. Оно должно, возможно, начинать предлагать какие-то более весомые реформы РЖД, чем те, которые прошли за последние 8 лет, возможно создавать, конечно, это не политическая ситуация, но экономический лоббизм четкий, внятный, выдавать на гора не разрозненные мнения крупных, пускай, компаний, а единую консолидированную точку зрения. И эта консолидированная точка зрения должна, по сути, на сегодняшний день перевешивать точку зрения РЖД, когда она выносится на правительство. И если это будет так, то СРО это будет мощнейшая организация. А возможно такая консолидированная позиция, скажем, на сегодня? Все, конечно, разные. Все, конечно, разные, даже, условно говоря, начиная от уровня образования и кончая жизненным опытом и возрастом. Но, в принципе, те, кого я лично знаю и кого знаю по наслышке, это первая двадцатка компаний, вы знаете, абсолютно адекватные, трезвые во большинстве случаев, абсолютно точнее, во всех случаях трезвые люди, которые принимают очень логичные и четкие решения в своей жизни. Я думаю, что найти общий язык друг с другом они всегда могут. Тому пример последние поглощения и слияния на рынке, которые показывают внятные цены, четкие контракты и абсолютно адекватные для рынка сделки. И это означает, что люди между собой, даже в таком глобальном вопросе, как продажа компании, находят общий язык. И это происходит. А значит, они найдут общий язык с точки зрения пойти премьер-министру и доложить, сказать, вот тут вот Владимир Иванович Якунин действует не так или не этак. Но вы считаете, будет создана такая организация? Я думаю, что все-таки, скорее всего, вырастет из некоммерческого партнерства. Точнее, я надеюсь, потому что там я вижу больше здравого смысла, чем, условно говоря, в департаменте, который занимается ФАСИ или ФСТ, занимается тарифным регулированием. Все-таки у господ чиновников, которые сидят в ФАСИ и ФСТ, все-таки меньше понимания крупного бизнеса и меньше понимания насущных проблем. Но вы считаете, Минтранс и ФСТ захотят делиться своими полномочиями? Ну, существует закон о СРО, они обязаны вообще-то это сделать. Поэтому тут уже вопрос, опять же, бюрократической проходимости. Условно говоря, если мы увидим в ближайшую неделю нового министра транспорта, и мы поймем, кто это будет. А когда мы поймем, кто это будет, любой из явных кандидатов, явных фаворитов, там, три или четыре человека, не разбирается в железнодорожном транспорте вообще. А это означает, что кто первый придет, кто раньше встанет, того и будут тапки. Понятно. Спасибо вам огромное, Алексей. О создании СРО на рынке ЖД-перевозок мы говорили с генеральным директором исследовательского агентства «Инфроньюз» Алексеем Безбородовым. СРО на рынке ЖД-перевозок